Дубинский Алексей, я являюсь официальным представителем компании Escalade. То есть, тема сегодняшнего вебинара это, еще раз хотелось бы объяснить, что такое финансовая защита и хотелось бы пройтись по дополнительным продуктам и дополнительным услугам, которым могут воспользоваться наши клиенты. Ну, давайте начнем с чего? Что такое финансовая защита для того, чтобы четко сложилось понимание? Чего мы добиваемся? В первую очередь, я еще раз хочу повторить, чтобы было понимание среди клиентов. Основная задача компании Escalade – это правильный сбор документов, это выдержка всех сроков и фиксирование суммы долга судебным решением. И потом мы добиваемся для клиента мягкой рассрочки. То есть, мы работаем с людьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. То есть, я уже не первый раз повторяю, мы не работаем с мошенниками, которые хотят кинуть банки. То есть, мы работаем с людьми, которые остались без работы, либо получилось так, что понадобились какие-то траты, лекарства, еще что-то получать. И вот люди, взяв кредит, оказались в сложной жизненной ситуации. Мы работаем с людьми, которые понимают, что если они взяли деньги у банка, либо у другой кредитной организации, отдавать их надо. Но, исходя из сегодняшней своей финансовой ситуации, сделать они это не могут. И к чему мы приводим? Мы приводим к тому, что сумма долга фиксируется, не растут проценты, не растут штрафы после вынесения судебного решения. И человеку делается определенная рассрочка от 50 и ниже процентов его официального дохода. То есть, человек начинает уже чувствовать себя комфортно. То есть, первое, что мы делаем, это снимаем психологическую нагрузку, потому что на людей... Ирина, я готов с вами пообщаться индивидуально, можете добавиться, мы с вами пообщаемся индивидуально. То есть, и продолжу дальше. Это мягкая рассрочка, то есть, человек чувствует комфортно, с него снимается психологическая нагрузка, он может переустановить переадресацию от звонков коллекторов, он может установить переадресацию службы безопасности банка для того, чтобы она пообщалась с нашими юристами. То есть, плюсы для человека. Фиксируется сумма долга судебным решением, то есть, долг у человека больше не растет, снимается психологическая нагрузка, это звонки, письма, смс, выплата идет через государственные органы. Человек уже спокойно выплачивается и от 50% и выше его официального дохода остается ему на его семью, на его нужды, то есть, для того, чтобы человек мог спокойно существовать. Теперь хотелось бы разобрать, какие на сегодняшний день есть еще услуги у компании Escalade, которые касаются именно физических лиц. Первое – это диагностика. Что хотелось бы прояснить? Диагностика. Ирина, я еще раз говорю, давайте свяжемся с вами лично, скиньте мне все данные ваших клиентов, и вы получите по ним отчет. Фамилия, имя, отчество, ID, и я полностью по вашим клиентам дам отчет, были ли провалены по ним сроки и по какой причине. То есть, одна из этих причин может быть не важна по любому кредитному договору, который вызывает сомнения. В том числе, это касается и расписок между физлицами. То есть, для чего это делается? Первое – хотелось бы объяснить. То есть, для того, чтобы вы не обманывали ожидания клиентов. Здесь нужно четко объяснить, что такое диагностика. Это вот как человек сдаёт анализы, да, и анализы показывают, есть ли какие-то нарушения в организме. То есть, анализы не могут гарантировать, что человек здоров, анализы не могут гарантировать, что он болен. То есть, это фиксация каких-то либо нарушений организма, либо то, что организм функционирует хорошо. Поэтому здесь клиенту нужно четко объяснять, да, что именно что мы делаем, что мы делаем, что мы выявляем, есть ли в кредитном договоре какие-либо нарушения, чтобы можно было видеть. Но, опять же, гарантии, что это нарушение есть, никто дать не может. Поэтому очень часто возникает вопрос, вот мы получили со стороны банка всё в порядке. Ну, здесь надо только радоваться, что банк не накрутил какие-то штрафы пения. Также вы можете посмотреть, вот очень много отзывов о диагностике, о том, что сохранили человеку срок, там, сроки на год оплаты продлили, сумму списали. То есть, человек четко понимает, есть ли какие-то нарушения, исходя из этого, он может двигаться дальше. Самое главное, что часто не делается при диагностике, отправляются только документы, кредитный договор и расширенные выписки. Ну, это то же самое, что принести врачу анализы и попросить его поставить диагноз. То есть, он может видеть какие-то нарушения организма, но в любом случае ему надо понимать, вот что хочет клиент. То есть, врач может посмотреть, сказать, там, выше или ниже уровень сахара и так далее, но именно по анализам он конкретно сказать не может. Поэтому в данной ситуации, в данной ситуации оптимальный вариант, если вот как тех задания вы ставите вопросы от клиента. То есть, есть ли нарушения, есть ли какие-то переплаты, там, что можно сделать и так далее. То есть, чтобы юрист получал четкие вопросы, на которые ваш клиент уже получит развернутые ответы. Поэтому прежде чем вы хотите отправить на диагностику, надо четко понимать, во-первых, с какой целью клиент хочет отправить на диагностику, во-вторых, те вопросы, на которые бы он хотел получить ответы. То есть, здесь вот это тоже очень важный вариант. Дальше, следующий момент, который бы хотелось разобрать, да, это помощь в других областях гражданского права. То есть, на сегодняшний день есть карта эскалад, по которой клиенты могут 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, получать консультации в трех областях гражданского права от квалифицированных юристов. Ну, первое, это финансовая защита, да, то есть, ситуация такая, что вы не всегда на связи, а у клиента могут возникнуть какие-то вопросы. Ночью пришли приставы, да, там банк не выдает какие-то документы, то есть, как себя вести в данной ситуации. По шаговый, поэтапный инструктаж карта предоставляет возможность получать клиенту с момента первой консультации. То есть, она может лежать у клиента 3, 4, 5 месяцев и так далее. Ситуация возникает, клиент набирает телефон горячей линии, звонок бесплатный с любого телефона Российской Федерации. И получает качественный инструктаж, то есть, по шаговый, поэтапный, как ему обратиться, причем количество звонков у него в данной ситуации безлимитно. Дальше, давайте разберем, какие еще области гражданского права, да, то есть, получает клиент. То есть, есть определенные области, которые связаны с автомобилистами. То есть, в каких случаях могут получить автомобилисты? Это ситуация, связанная с КАСКО, ОСАГО. То есть, если, значит, ДТП произошло, если в яму залетел автомобилист, то есть, опять же, по шаговый, поэтапный инструктаж, как себя в этой ситуации вести. То есть, каким образом правильно оформить документы для страховой, каким образом правильно оформить документы, чтобы взыскать с дорожной службы и не выкладывать эти деньги из собственного кармана. И третья сфера, которая, ну, скажем так, это довольно-таки наболевшая сфера, это сфера ЖКХ, да. То есть, все мы живем, ну, большая часть из нас живет в многоквартирных домах и периодически сталкивается с определенными проблемами. То есть, с каким проблемами мы можем столкнуться? Нету тепла в квартире, да, что в этой ситуации делать? Слабый набор горячей и холодной воды. Отключили воду, отключили свет, да, там, за неуплату отключили. В подъезде грязно, разбито окно, нету детской площадки. Какие-либо насекомые, да, там, либо в доме, либо в квартире завелись. То есть, вот здесь вот, опять же, пошаговый, поэтапный инструктаж, как отстоять свои права. То есть, ну, ситуации вот эти возникают довольно-таки часто. Плюс дополнительный человек может воспользоваться дополнительными услугами. Это также, какие дополнительные услуги есть, это в любой области гражданского права. Это также и консультации, и письменные заключения, и составление документов. Как это сделать, также можно узнать по телефону горячей линии. Просто, чтобы еще хотелось уточнить, да, вот в ситуации с картами происходит, когда человек делает звонок. Консультацию он получает по номеру карты, либо ID, фамилии, имя, отчество и персональный код. Очень часто бывает, что именно вот эти вот данные человек не помнит, либо не знает. То есть, здесь вот надо четко понимать, да, что, ну, извините, если вы забыли пин-код от банковской карты, то, соответственно, банкомат вам деньги не выдаст. И если вы не помните номер карты, если вы не помните кодовое слово, да, то есть, и вот часто раздаются звонки, проконсультируйте, какая у меня карта, не знаю, номер карты, я не знаю, вот здесь очень большая просьба ко всем партнерам, ко всем клиентам, очень внимательно к этому относиться, для того, чтобы получать качественную консультацию. Теперь смотрите, вот сегодня обещал ответить на все вопросы. Давайте сейчас буду ждать от вас вопросы, отвечу. Ирина, сразу вам хочу сказать, то есть, я еще раз повторяю, добавьтесь ко мне ВКонтакте, отправьте мне фамилию, имя, отчество, ID клиента, и в течение одного дня вы получите ответ по каждому клиенту. Такие вопросы есть у каждого из вас. Людмила, дымовед не работает. В каком плане? Уточните, не работает горячая линия дымоведа или сам дымовед не работает, здесь не совсем понятен вопрос. Отослали что? Счет фактуру на проверку? Просто, пожалуйста, если вы отослали счет фактуру, то в ближайшее время вы получите. Либо какой документ, вот вы мне объясните, документы. Ну, понятно, что документы, что с этими документами надо сделать. В любом случае берется определенный срок на изучение документов и на ответ. Поэтому в ближайшее время вы получите ответ на эти документы. Консультация оказывается только личная. Вот здесь вот еще раз хочу уточнить, часто бывают звонки. Мне Иванов Иванович дал карту. То есть, в данной ситуации консультация не будет произведена. Потому что консультация производится только держателю карты, а не третьим лицам. Поэтому, Людмила, вот я опять не совсем понял ваш вопрос. Напишите мне ВКонтакте фамилии, имя, отчество, на какую почту вы отправились. Сегодня вы получите ответ по этому поводу. Счет фактуру отправляли. Я еще раз объясняю. Для себя лично вы получить можете. Но если вы задаете вопрос. У меня, у друга возникла такая ситуация. Консультация произведена не будет. Партнеры карты также могут пользоваться компанией и по тем же самым вопросам, по которым я только что озвучил Альфия. То есть, про карту я у вас рассказывал, когда приезжал. Поэтому с этого момента практически ничего не изменилось. И партнеры карты, уже очень многие партнеры компании уже очень давно и успешно пользуются. Ну, понятно, если вы рекомендуете клиентам, то в первую очередь нужно попробовать самим. Как вы можете говорить о качестве консультации, либо о том, что это удобно, если вы элементарно сами не попробовали. То есть, если вы не решили никакой вопрос. То есть, я считаю, что в первую очередь нужно самому попробовать получить консультацию, для того, чтобы понять, насколько эта консультация квалифицирована, грамотно делается, насколько сидят квалифицированные юристы, насколько вы получаете подробный ответ. И тогда, я думаю, клиентам вам будет гораздо проще объяснять. И в этом случае, ну, мало того, что вы какие-то определенные свои вопросы решите, то у вас еще плюс появится уверенность в продукте, который вы предлагаете клиентам. Есть еще какие-то вопросы? Наталья, напишите мне этот вопрос ВКонтакте, сегодня вы получите ответ. Альфия, этот вопрос лучше задать коучам компании ВВЛ, то есть, телефоны есть в группе Академии Успеха. То есть, там, я думаю, вы получите ответ на этот вопрос, там все будет объяснено по поводу консультации по ВВЛ и АВЛ. ВКонтакте, давайте еще раз проговорим. Еще хотелось бы еще раз проговорить про диагностику, да. То есть, документы, которые нам приходят, надо клиентам четко объяснять, что мы делаем полную диагностику. Но полная диагностика, это не означает, что 100% со стороны банка были какие-то нарушения. Если клиент хочет увидеть именно нарушение. Что полная диагностика не обозначает, что банк накрутил какие-то проценты. Очень часто могу сказать, то есть, это находится, но гарантировать это нельзя. Поэтому, что дает клиенту диагностика? Клиенту дает диагностику, уверенность, что либо требования банка незаконны, и в каких пунктах они законны, да. Либо он может поставить еще какие-то свои вопросы. Например, там, ну, вопрос, скажем так, если я не могу платить за залоговый кредит, ну, здесь клиент четко должен понимать, да, что в случае неуплаты залогового кредита он залоговое имущество может понимать. Поэтому это вопрос маленько не к юристам, это вопрос, который, ну, в принципе, он очевиден, да. Поэтому здесь должны стоять четко сформулированные вопросы, ответы на которые клиент хочет получить. Второе. В случае, если находятся какие-то нарушения со стороны банка в кредитных договорах, в расширенных выписках, а я еще раз повторяю, они очень часто бывают, то в этом случае клиенту дается полная информация, именно в каких пунктах нарушения, что он может предпринять и так далее. То есть, по сути, назначается диагноз, да, что действительно, скажем так, его договор болеет и что его надо лечить и какими способами. Персональный менеджер, Елена, отвечаю вам, это человек, который связывается с вами, либо с которым можете связаться вы и узнать о ходе, течение своих дел, либо задать определенные вопросы. Если вы не знаете, как это сделать, то, я думаю, вам это объяснит консультант, который вас подключал на финзащиту. То есть, на этот вопрос дал, да, то есть, диагностику мы с вами еще раз проговорили, еще бы у нас хотелось повторить про карту. Да, то есть, когда клиенты приобретают карту, очень бы хотелось для того, чтобы они получали квалифицированную информацию. Первое. Еще раз повторю, спасибо, что задали этот вопрос, что консультации на третьих лиц не дается, да, то есть, не надо передавать свою карту и говорить, вот там, позвони, получишь консультацию. То есть, если человек хочет получить консультацию, извините, карту он пускай приобретает сам. То есть, это вещь, скажем так, индивидуальная. Второй момент. Если человек хочет получить консультацию, то недостаточно позвонить на телефон горячей линии и сказать, что, ну, вот так и так, у меня есть карта, я хочу получить консультацию. Вот здесь бы хотелось, чтобы озвучен был номер карты, фамилия, имя, отчество и кодовое слово. Также просто позвонить, сказать, что вы партнер, да, там, очень часто даже люди не помнят ID свой, что вот я партнер, проконсультируйте меня, это тоже недостаточно, да. Поэтому здесь нужна четкая конкретика. Когда вы делаете звонок на телефон горячей линии, хотя бы, хотелось бы, чтобы была бы конкретика. После того, как в банк попадает претензия от юристов, рост долга не останавливается. Это однозначно, Ирина. Я еще раз повторюсь, то есть сумма долга фиксируется судебным решением, а никак иначе. От того, что нет такого закона, что мы отправили претензию и банк остановил, скажем так, проценты, штрафы. Поэтому вполне разумеется, что в процессе работы долг клиента на определенную сумму вырастет. Но здесь также надо учитывать, что долг вырастет в любом случае. И в любом случае, что банк будет затягивать в принятии решения, и этот долг уже будет расти в геометрической прогрессии. И клиенту не будет хватать уже его заработной платы не просто на оплату ежемесячного платежа, а уже на уплату штрафов. То есть наша задача как раз и сделать, чтобы суд состоялся быстрее, зафиксировать сумму долга судебным решением. И максимально остановить вот этот вот снежный ком, который на человека движется. Анастасия, каким образом растет долг? То есть суд выносит фиксированную сумму, которую должны получить приставы. Как он растет? То есть есть решение суда об определенной сумме. То есть если долг растет, значит решение было принято в сумме. Это уже незаконно. Смотрите, Анастасия, банк может вообще любую сумму в своей справке писать. Это не принципиально. Нам суд выписал сумму, которую клиент должен выплатить. То есть, соответственно, исходя из судебного решения, мы выплачиваем определенную сумму. А не исходя из того, что насчитывает банк. То есть выплата идет уже через государственные органы. Хотелось бы иметь не виртуальную карту, а обычную. Ирина, объясните мне, пожалуйста, чем они отличаются? У меня обычная карта лежит дома. Я ее с собой не ношу, я просто знаю ее номер. То есть, в чем принципиальное отличие? Вот для вас лично хотелось бы знать. Если вам на офис нужны физические карты для работы, я еще раз повторяю, Марат Белов, куратор проекта Эскарт, то есть можно оформить заявку, получить. Но вот в чем именно для вас разница, вот здесь вот мне сложно понять. Поэтому, если можно, прокомментируйте. Вопрос такой, Ирина, а откуда ваши клиенты знают, что есть физическая карта? Анастасия, скиньте мне все данные клиента этого. Это наш клиент? Тогда скиньте все данные, будем уже разбираться. То есть сейчас мы говорим вот абсолютно о воздухе. Карта стоит тысяча... Ну, а при чем здесь диагностика? Я не пойму, если клиент не был под финзащитой. Так, давайте отвечу на предыдущий вопрос. То есть карта стоит тысяча рублей, срок ее действия один месяц с момента первого звонка. Свяжитесь с отделом МОРа. То есть, Анастасия, вы же прекрасно знаете ответ на этот вопрос. И я думаю, вы мне даже лучше ответите на него, чем я вам. То есть в этом случае связывайте с отделом МОРа, с отделом персональных менеджеров. Обратная связь у вас есть всегда. И можете задать все эти вопросы. Как же это может сделать клиент у персональных менеджеров? Ирина, я от вас не услышал. Откуда ваши клиенты знают, что кроме виртуальной есть обычная карта? Как они могут ее хотеть, если они, ну, скажем так, об этом даже не знают? Если вам нужны карты, то я еще раз повторяю, это можно сделать заказ, заказ сделать можно у Марата Белова. Это куратор проекта S-карт. S-калат-карт сейчас уже. Так, ну смотрите, на сегодняшний день я вопросы, думаю, закончились. У кого есть индивидуальные вопросы, пишите мне ВКонтакте. Если вопросы касаются конкретного клиента, не надо писать в общем. Пишите фамилию, имя, отчество, ID клиента. То есть максимально в течение двух дней с вами связываются, и вы получаете полный отчет по каждому из ваших клиентов. То есть кто отправлял, если есть у клиентов какие-то вопросы, клиенты также могут со мной связаться, также добавиться ВКонтакте и, скажем так, переслать мне все данные и получить полный ответ. Если вдруг там, как они говорят, не могут дозвониться, либо не могут связаться, либо еще что-то. То есть уже кто-то из клиентов уходил на связь и получил полный отчет по своим делам. То есть на каком они этапе, что сделано, что будет сделано и так далее. Поэтому все вопросы, которые возникают, у вас возникают, у офисов, связывайтесь, непосредственно пишите, и вы будете получать ответ. Сейчас хочу вам всем пожелать всего доброго. Очень рад был вас всех видеть. До следующего вебинара. Продолжение следует...